Притча Соломона, глава двадцать пятая. И это притча Соломона, которые собрали мужа Езекии царя Иудейского. Слава Божия — облекать тайною дело, а слава царей — исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе, подойди сюда повыше, нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично. Золотая серега и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его, он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветер без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водою. Ибо делая это, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. В северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Продолжение следует... Продолжение следует...